Команды совершают почетный круг по стадиону Видновской гимназии. Болельщики заполняют трибуны, награды, медали и три больших кубка. Здесь же, на специальном столике. На старт в этом году вышли 13 команд, у каждой свой девиз. Наш девиз. На свете нет еще пока, команды лучше колобка! Эстафетные палочки, мешки, мячики и воздушные шары. Все, что нужно для соревнований, организаторы подготовили заранее. Всего конкурсов пять. Даже проиграв в каком-то одном, победить можно. Главное, чтобы общее время было лучше, чем у соперников. Судьи внимательно следят за секундомером, признаются, сами бы с удовольствием вышли на поле. Столько эмоций, конечно, судить. Мы, может, судим спокойно, но мы тоже переживаем за детишек. Переживаешь? Вы болеете? Конечно, конечно. Я думал, сам пробежать, но у меня дочка уже ушла в первый класс в этом году. Те родители, чьи дети еще не пошли в школу, соревновались вместе с ребятами. На старт вышли сильнейшие. Перед спартакиадой в детских садах провели отборочные турниры. Причем отбирали не только младшее поколение. Родители тоже выбирали. Не всегда, в общем-то, у нас родитель бежит со своим ребенком. У нас есть родитель бежит, а ребенок остался в болельщиках. Бросить на бегу мячик точно в мешок. Пролезть сквозь обруч как можно быстрее. И всем вместе быстрым шагом обойти конусы. Непростыми задания называли даже некоторые взрослые. У детей свои секреты правильной подготовки. Кашу много ела, бегала и спала крепче. Команда готова? Много каши и здоровый сон принесли победу команде «Семицветик». Вместе с кубками и медалями они получили специальное спортивное оборудование для своего детского сада. Грамоты и бронзовые медали вручили всем участникам спартакиады. Алексей Пименов, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.